Дарья Миронова Современное образование. Какое оно? Сегодня об этом поговорили на форуме «Образование России». Он объединил не только профессионалов образовательной системы, но и людей, которым не безразлично наше будущее. В торгово-развлекательном комплексе «Корстон» прошел первый международный форум образования России. Современные образовательные процессы динамично развиваются, именно поэтому необходимо идти в ногу со временем. Для этого и организован форум. Он объединил всех тех, кому интересны новые образовательные технологии. С приветственным словом выступил и президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Мы давно обсуждали необходимость создания в Республике международной площадки для обмена опытом и привлечения лучших практик в управление сфере образования. Я очень надеюсь, что эта площадка всем нам понравится и мы будем ее проводить ежегодно. На форуме обсуждались вопросы качества дошкольного, школьного и высшего образования. О роли университета рассказал и ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Университеты всегда были востребованы в разное время по-разному. Но в основном, много сегодня говорилось о человеческом капитале, о формировании человеческого капитала. Понятно, что все это начинается в школе, а дальше доформируется уже высших учебных заведений, которые мы сегодня представляем в наших университетах. Если говорить о востребованности Казанского федерального, то лучше всего об этом скажут высокие показатели международных рейтингов. Университеты всегда выполняли важную социальную функцию. Но не стоит забывать, что формирование человеческого капитала начинается еще со школьного образования. В рамках форума прошел и осмотр экспозиции выставки новых образовательных технологий. Форум продлится до 4 марта. На более чем 30 секциях продолжат свое обсуждение участники форума. Анна Глазунова, Ленардо Валитьяров, Универ Ньюз. Формирование менеджеров международного уровня, обладающих глобальным видением и транснациональной культурой, способных к поиску оптимальных решений в любой сфере бизнеса. Так гласит миссия Высшей школы бизнеса КФУ. Выпускникам программы MBA торжественно вручили дипломы об окончании учебы. Все подробности прямо сейчас. Вы только посмотрите на этих выпускников, облаченные в мантии и академические шапки. Торжественная церемония вручения дипломов MBA началась традиционно с исполнения университетского гимна и приветственного слова ректора КФУ Ильшата Гафурова. Я не знаю, как будет воспринята дальнейшая данная торцевая программа, как она будет в виде изменяться, но во многом ее изменения зависят от ваших откровеков, от вашего соучастия, где бы вы потом ни работали. Поскольку мир меняется и программы должны меняться, мы все время должны научиться быстро, адекватно отвечать на те вызовы, которые сегодня существуют в обществе, существуют в отраслях. Два года назад была создана программа добывающих отраслей и в 2017 году стал первым выпуском новой программы MBA. Ректор Санкт-Петербургского международного института менеджмента Сергей Мордовин, председатель итоговой аттестационной комиссии на программе MBA добывающих отраслей Валерий Сорокин, а также депутат Государственного совета Республики Татарстан Рустам Мухаммадеев сказали выпускникам немало теплых слов на пусты и пожелали им успешного карьерного роста. С ответными словами выступили и выпускники. Все они благодарили преподавателей и делились впечатлениями от того, что им вновь пришлось пережить студенческие годы. И вот эти новые ваши знания, которые вы нам дали, позволили нам, заставили нас думать по-новому, анализировать по-новому. Вы заставили нас по-новому слушать и слышать других. В последующем нашей жизни мы, конечно, не можем сейчас сказать, что нас ждет впереди. Но мы можем сказать только одно, что мы вас постараемся не подвести и мы вас не подведем. Официальная церемония завершилась речью директора Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахмедшиной, которая выразила благодарность руководству КФУ, академическим и корпоративным партнерам за поддержку и плодотворное сотрудничество, поздравила выпускников. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз. Известный юрист России встретился с студентами юридического факультета КФУ и показал, в чем сила русского закона. Чем же так интересна наша Конституция, узнаешь прямо сейчас. Ректора Московского государственного университета имени Ломоносова, доктора юридических наук Сергея Шахрая, на тему неизвестного об известном в Конституции Российской Федерации. Приглашенный лектор довольно известный в России юрист, который принимал большое участие в составлении проекта Конституции нашей страны. Прошедшая лекция Шахрая – это немалая часть его обширного историко-правового исследования, которому он посвятил много лет. Как известно, наша Конституция 12 декабря следующего года отметит четверть века, я надеюсь, успеет отметить, четверть века своей жизни и деятельности. Более того, она занимает второе место по продолжительности жизни среди всех российских Конституций. Часть своего выступления Шахрая посвятил особенностям основного закона страны, остановился на положениях Конституции, касающихся разделения властей. По словам Сергея Шахрая, Конституция России, предотвратив раскол в обществе, смогла обеспечить его стабильность и эффективно ответить требованиям времени. И подчеркнул, что наша Конституция успешно изменила общественное мнение вокруг себя исключительно в лучшую сторону. Михаил Казиник, известный на всю страну режиссер и виртуоз, встретился с студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации и поделился новыми подробностями проведения грандиозных нобелевских концертов. На какие подвиги способны великие маэстры, выясняла наш корреспондент Аделя Шамилова. Прав ли я утверждаю, что великая музыка – это питание человеческого мозга? 3 марта двери шоурума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ открылись для известного на всю страну писателя поэты и режиссера Михаила Казиника. На этот раз приглашенный спикер провел студентам-журналистам и их преподавателям творческий мастер-класс, на котором поделился со зрителями яркими впечатлениями и захватывающими историями, которые происходили с ним во время проведения одного из знаменитейших нобелевских концертов. К чести России могу сказать, что три четверти музыки, которая звучит в нобелевских этих знаменитых концертах, в этом огромном намоленном концертном зале – это русская музыка. Все от Стравинского, Шостаковича, Чайковского и Мусорского. То есть, действительно, русская музыка завоевала планету Земля. Когда Михаил Казиник стремительно вышел на сцену, начал говорить или играть, в зале не осталось ни одного человека, который не был бы захвачен его ураганной энергией, или не был бы увлечен виртуозной игрой на скрипке этого удивительного маэстро. В завершении встречи гость ответил на вопросы о глубинах сознания и тайнах ассоциативного мышления и рассказал о важности невербального контакта, в том числе в рамках профессиональной деятельности каждой профессии. К вашему следующему приезду мы и на химфаке, и на физфаке поставим еще и рояль, чтобы вместе с опытами вы показали. Спасибо. Хорошо, без опытов немножко трудно, да. Аделя Шамилова, Ленардо Валерьяров, Универтньюз. Высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ совместно с Акбарсбанком состоялось открытие новой лаборатории цифровых технологий. В ней будут проходить образовательные лекции и хакатоны. Предлагаем вам посмотреть только что полученные кадры торжественного открытия. Сегодня у нас достаточно интересный день, поскольку работодатель пришел в Казанский университет. Поехали! Громкие, громкие аплесы! Благодарность. На сегодня это все. Смотри Универтньюз и держи руку на пульсе актуальных событий. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова